всем привет краткая аналитика рынка форекс на 10 марта евро доллар в этом инструменте мы видим краткосрочный нисходящий тренд вчера была коррекция в область границы этого тренда 1 19 22 1 19 14 пробить зону не удалось америка закрылась ниже на сегодня мы наблюдаем на открытие европы новый рост я думаю что целью этого роста является обновление максимум вчерашнего дня и далее по паттерну ложный пробой у нас появится точка входа с целью обновить минимум 8 марта для покупок требуется пробитие маржинальной зоны и закрытие американской сессии выше в таком случае будем искать точку входа на коррекции с целью в области верхней целевой зоны 120 10 1 19 94 британец британец отрабатывая эту модель о которой мы с вами говорили вчера выход из зоны накопления наверх закрепление выше ретест и обновление максимум вчерашнего дня случае обновления максимум вчерашнего дня у нас меняется краткосрочный тренд на восходящий и будет достигнута верхняя целевая зона 1 39 89 1 39 69 наоборот же удержание сейчас промежуточные зоны точнее не промежуточные зоны уровня сопротивление 1 39 13 приведет к закрытию америке ниже границы краткосрочного нисходящего тренда и завтрашнего дня мы будем снова искать продажи с целью обновить минимум марта и достигнуть золотую зону 1 37 59 1 37 49 вот это вот альтернативный вариант все-таки пока мы видим рост и все идет по плану далее доллар иена в этом инструменте вчера игроки попытались пробить границу краткосрочного восходящего тренда 108 62 1856 давайте мы с вами обозначим еще и технический зеркальный уровень который выступает у нас на данный момент поддержкой эта отметка 108 50 обозначим уровне закрытия америке и мы видим что америка закрылась прямо на этой сами поддержки таким образом краткосрочный восходящий тренд у нас с вами сохраняется первая область для поиска покупок это область 108 62 1850 ну а паттерн на открытие длинной позиции появится в том случае если будет пробит уровень сопротивления 108 85 и цена закрепится выше тогда мы можем расторговать модель 1 2 3 целью по этим покупкам будет обновление максимума вчерашнего дня а также тест 4 целевой зоны 109 62 109 50 обозначим эту зону цифрой номер четыре чтобы не запутались доллар канадец доллар канадец торгуется у нас широком флете на верхняя граница флета уровень 126 90 нижняя граница проходит по отметке 12603 обозначим синим цветом что у нас это поддержка дополнительно здесь можно выделить другие технические уровни но пока они нам не интересны у нас есть маржинальная зона 126 70 126 39 и цена торгуется вот в этом небольшом диапазоне выход из этого диапазона вверх приведет к тесту уровня 126 90 закрепление выше 126 90 приведет к достижению верхней целевой зоны 127 68 127 50 наоборот выход из этого диапазона вниз точнее повторный выход из этого диапазона вниз и пробой отметки 126 39 приведет к тесту уровня 12603 пробой этого уровня приведет к достижению нижней целевой зоны 125 60 австралиец по австралу вчера игроки тестировали ключевое сопротивление краткосрочного нисходящего тренда 077 19 на 77 10 уровне закрытия америке показывают что зона была удержана американская сессия закрылась внутри диапазона на тихоокеанской сессии азиатской мы увидели импульс вниз и формирование паттерна ложный пробой который выглядит следующим образом сейчас идет коррекция и тест зеркального уровня обозначим этот уровень красной линии как сопротивление получим границы 0 76 97 и ключевое сопротивление 0 77 17 на сегодня рекомендую искать продажи по этому инструменту из этой области цель обновить минимум 9 марта если честно вот этот паттерн мне особо не внушает доверия он слишком мал он сформировался на маленьких таймфреймах m15 m30 да но для часового графика это все-таки слабовато у нас здесь есть максимум здесь есть максимум здесь есть минимум соответственно пробой максимума 0 77 17 приведет к смене краткосрочного тренда на восходящий и вот такой сценарий пока выглядит наиболее перспективным несмотря на то что нисходящий тренд целью тогда выступит верхняя целевая зона 0 78 18 0 7808 рекомендую сегодня пока воздержаться от открытия каких-либо сделок вот этот паттерн маленький пропустить но если опять же по вашей торговой системе есть торговый сигнал на продажу то стоит их рассмотреть уделяйте внимание все-таки своим собственным мыслям золотом а золото увидим краткосрочную нисходящую тенденцию вчера у нас произошел пробой уровня сопротивления 1713 цена закрепилась выше и сформировался паттерн на покупку ложный пробой на промежуточная зона 1731 1726 пока еще не была достигнута что позволяет нам рассматривать длинные позиции пока всего лишь в коррекцию с целью на промежуточной зоне откуда можно рассмотреть лонги давайте обозначим новую дополнительную зону 1694 1691 и еще обозначим уровень поддержки уровень поддержки у нас находится на той же самой отметке 1692 что в принципе и дополнительная зона здесь у нас образовалось слияние факторов слияние уровней это область спроса при заходе золота в эти котировки можно будет искать покупку с целью на промежуточной зоне на этом все спасибо за внимание удачных торгов если есть вопросы пишите в комментарии всем пока